ребята всем привет вы на канале дентюнинг я денис иванов со мной сегодня андрюха на подмоге как вы поняли уже сегодня будет обзор двигателя mc 125-150 они были на одной базе поехали смотреть кстати вы спрашивали что андрюха в прошлой серии так отчаянно варил там что-то он сделал вот такую классную подставку для двигателей и теперь мы будем делать обзор и разборку двигателя уже вот на этом крутом кантователе на котором можно поворачивать двигатель туда-сюда и вот так и в другую сторону но андрюха уже посмотрел сказал что в этом двигателе есть масло и мы его будем сливать первым делом но хочу рассказать об этом двигателе первых он достался вот в таком виде в котором он есть у него нет цилиндра поршневой группы у него нет зажигания он был очень грязный вчера мы потратили на час или полтора просто на то чтобы его отмыть и он был вот в таком вот удобовариваемом виде и чтобы приятно было с ним работать когда мы его отмыли самое главное что мы увидели и заметили то что двигатель не разбирался еще ни разу винтики все прям вообще без следов и народного вмешательства почему это двигатель появился сейчас вы спросите на зачем нам этот двигатель нужен потому что это у нас продолжается тема с мотоцикла минск и вот этот двигатель это дальний родственник мотоцикла минск и свое начало этот двигатель взял от мотоцикла дкв как и мотоцикл минск этот двигатель имеет пятиступенчатую коробку передач он имеет такое интересное сцепление там и вот вот это нам и интересно чем отличается двигатель от двигателя мотоцикла минск так что сейчас мы его разбираем и отдельно посмотрим все запчасти чем они интересны конструктивно все огонь первым делом сливаем масло андрюха сказал что его много ночью почему-то нет но что-то незаметно сразу скажу что устройство этого двигателя мы не знаем и я его вижу в первый раз поэтому для нас это неведомая диковинка как и для многих вас потому что я уверен что не все видели этот двигатель эти мотоциклы в россию попали благодаря военным которые в 90-х годах покидали гдр и вот этих мотоциклов было завезено очень очень много это мотоциклы были именно соцлагеря гдр масло чистое видимо за много лет она отстоялась нормально уже не будет так смотрите самое первое что мы обнаружили это пробка сливная с магнитом видите мелочь а приятная года уже до те года уже были такие пробки у немцев но хочу заметить что крышка сцепления снималась потому что здесь болты уже раздраконенные видно что не один раз сюда уже лазили опачки опачки а красота какая и ребятки теперь смотрим какое тут смотрите сцепление она с виду очень похоже на минское но обратите внимание стоит двухрядная цепь она очень растянута уже конечно мотоцикл столько лет но посмотрите выглядит все очень даже симпатично нету болта он здесь заломан скорее всего этого мотора были какие-то проблемы со сцеплением поэтому сюда наверное лазили а так в целом вы знаете очень даже интересно какая-то вон там видно промежуточная шестерня это привод тахометра вот как раз да интересная схема здесь есть механический тахометр на картере но мы сейчас разберем и посмотрим давай короче поехали дальше в целом смотрите конструкция повторяет минскую да то есть kickstarter внутри идет вал переключения передач сцепления привод цепью единственно что только двухрядной но смотрите сама конструкция сцепления здесь уже совсем другая принцип потому что здесь стоит диафрагменная пружина и ну совсем все не так как на минске и внутри вот такие какие-то тут алюминиевые всякие детали смотрите а дальше как бы конструкция похожа алюминиевый барабан к нему приклепан стальной диск здесь стоит такой же пятачок как на минске который выжимает сцепление внутренний барабан ведомый тоже как бы похож и даже по моему диски сцепления как бы это не минские стоят уже скорее всего вот наверное их и поменяли о причем кстати обратите внимание они стоят два вместе да сейчас мы кстати померяем сразу не подходит атлантовский диск не подходит по диаметру ну атлантовский он не должен сюда залазить но по моему это обычные советские диски мы конечно их протрем и посмотрим но что-то мне говорит что здесь уже есть колхоз вот так идет промежуточный диск похоже очень диски на минске опять идет два диска смотри 11 стальной два промежуточных вот этот диск посмотрите шлифованный и это скорее всего и проточенный то есть это толстый минский диск который стоял самый первый вот его поставили сюда то есть кто-то боролся тут со сцеплением ожесточенно диски диски на все диски да и самое главное что первый диск стоит тонкий то ли то ли их тут перепутали местами прийти глядите тут чего заклепки отвалились да да ребят и смотрите заклепки разбила такая же система как и на минске корзина то собственно все повторяет так теперь откручиваем и дальше смотрим и даже минская приспособа которое дело для корзины она сюда подошла как родная так что у нас даже есть фиксатор для разборки и снятия корзины сцепления мы вам не покажем как мы будем сейчас монтажками срывать отсюда эту звездочку не покажем и даже не расскажем вам об этом и тут нам смотрите какая картина открывается уже тюнинг прикручивали на болтики посмотрите она уже вся отвалилась смотри ой я сейчас руками на ваших глазах разобрал корзину мотоцикла mz но видимо вот скорее всего поэтому он и умер покажи барабан вот этот внутренний барабан смотрите он практически как на минске но только алюминиевый очень похожие мелкий шлиц шлиц эти похож по моему на восходе такой шлиц очень похожа система и вот теперь нам смотрите открылся нашему взору такая же тут втулочка стоит как на минске болтается все да давай тащи монтажки будем срывать вот такая система ребят никаких натяжителей тут цепи нету все работает так так сейчас андрюха сделает не смог стенд не сломал надо как-то аккуратно да сейчас отломаем конечно небольшое количество инструментов все-таки у нас есть колхозе поэтому мы попробуем сейчас еще съемником не хочет попробуем кардинальными методами главное что ключей не взорвалась да но слезать она не хочет давай ступи что что вот нам жалеть чего цепь мертвая ну когда хватит она слетит должно конечно должна натянутая должна расшириться и слететь соскочит должна прыгнуть прямо блин вот так вот такая засада ребята ну не хочет она по-хорошему поэтому будем по-плохому по нашему по нашему да поп по простому уж простите но по-другому она не хотела зато теперь мы можем посмотреть все таки все остальное как тут выглядит да даже смотрите механизм кик стартера все очень похоже все отвалилось к сожалению клепки видимо то ли это действительно болты были но непонятно что это тут так ее уже все раздраконило что непонятно что это такое ну вот смотрите двухрядная звезда отлично 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 ну все очень похоже все как у минска схема практически такая же так тут есть даже шайбочки еще смотрите чтобы все это по алюминию не терлась очень продумано но здесь вот есть что-то видно до механизм переключение передач видимо здесь все как на минске два вала первичный промежуточный скорее всего шайбы регулировочные регулировочные шайбы да есть все как положено тащи топор будем колоть мотор ну мы сделали все что смогли ну его нафиг к сожалению в наших колхозных условиях мы сейчас пока больше ничего другого ты хочешь ударить что ли а ты колон принес не не надо потекло масло будем тогда делать значит раскали меня полностью я думаю что раз здесь есть у нас крепежные болты мы сможем эту половинку вытащить кстати мы знаем про то что есть ролик про то как разбирать и собирать этот двигатель но не поверите нету интернета и мы даже не смогли посмотреть как действительно это сделать правильно и хотя бы как-то подготовиться поэтому как настоящие колхозники дубасим вот так вот все что под руку попало совершенно не подготовились ну это крышка с сальником естественно сальник мертвый подшипник естественно тоже тут уже давно мертвый ты знаешь такое ощущение как будто что-то тут еще где-то болты должны быть может они с той стороны может быть потому что вот тут как-то вот явно их не хватает я бы сказал что как будто болтов не хватает вот смотри стопор валяется вот он мы сейчас с Андрюхой подумали почему здесь нет стопорного кольца да вот оно валяется давай слетел вот оно маленькое стопорное колечко которое фиксирует вот тут шестеренку привода тахометра странно что тут болтов нету я бы сказал что они должны тут быть вот они и все да а здесь получается рама странно вот здесь нам уже нужен в этот выдавливатель чтоб выдавить коленвал потому что он сейчас у нас пошел но пошел он видно что вот с этой стороны с той стороны с которой нам не надо но мы решили не показывать вот это вот извращение с разборкой картера видео не про это поэтому мы за кадром тут молотками разбили картер ну раскололи топором все как положено ну ничего не повредили правда все абсолютно нормально и самая главная вот особенность на кривошипной камере есть ребра вот эти ребра они как раз сделаны именно для того чтобы охлаждался встречным потоком воздуха охлаждалась кривошипная камера чтоб она не перегревалась потому что когда мотор сильно нагревается в этой кривошипной камере греется топливная смесь и падает плотность смеси что плохо сказывается на наполнении на мощности двигателя и заметьте да что на Минске наоборот здесь сделаны дополнительные воздушные полости которые могут наоборот еще дополнительно нагревать то есть они как много камер в окнах да вот ну в этих профилях оконных то же самое и здесь то есть для Минска это очень сделано ну неграмотно скажем так не очень хорошо только на последнем картере они справились самое интересное в этом мотоцикле это пятиступенчатая коробка передач механизм переключения передач здесь выполнен уже по другому это больше похоже на какой мотоцикл планета одна центральная ось и стоит три вилки система такая же как и на Минске то есть первичный вал вот это вторичный вал и промежуточный он на сепараторе тут стоит даже шайбочка регулировочная есть смотри а внутри стоит просто вот такая шлифованная аккуратная обойма датчик положения нейтралки но он отломан какой то еще вот здесь стоял фиксаторы мы выкрутили но в целом вот смотрите вот такая интересная система коленвал у него меньше диаметром чем на Минске обратите внимание какой большой палец 28 миллиметров наш план тиспорт 29 и поршневой палец здесь по моему 15 миллиметров 19 значит это под 15 палец мотор в котором убраны все косяки Минска более надежный механизм переключения передач пятиступенчатая коробка очень жесткий и надежный коленчатый вал но самое главное что все это реанимируемое коленвал можно перепрессовать шатун поменять подшипники сальники и это вполне еще живой мотор коробка передач у него визуально очень даже целая поломанных никаких шестеренок я здесь не вижу вот такой вот ребята здесь я бы сказал что обалденный двигатель все что можно было здесь сделать грамотно и качественно здесь сделали итак друзья и теперь самое интересное потому что у нас появилась уникальная возможность сравнить корзины сцепления мотоцикла МЦ 125 восход и Минск значит стандартная вот она звезда вы видели что она развалилась то есть клепки здесь все вывалились корзина благополучно соединилась отстегнулась и мы можем посмотреть теперь все детали отдельно храповиковый механизм весь можем посмотреть сравнить и потом пойдем по шестеренкам значит смотрите что увидел самое интересное смотрите вот просто бомба это родная МЦ 125 а это родная Минск 125 смотрите накладываю совпадает все даже отверстие немножко не попадало вот смотрите совпали вообще крутяк то есть на МЦ может подойти от Минска потом смотрите берем Минскую шестеренку вот она вот эта большая шестерня храповиковая кикстартера это Минск смотрите она сюда подходит хотел сказать как родная но не подходит и она на самом деле подходит смотрите вот видите подошла потому что тут немножко края развальцевались но самое интересное вот эта шестеренка она практически такая же но не такая то есть у нее свое количество зубьев она получается чуть меньше Минсковской но больше Восходовской она между Минском и между Восходом но вся система сама она вот точно такая же один в один как на мотоцикле Минска теперь самое интересное какое количество зубьев на ведущей ведомой звезде ведущая 18 зубьев ведомая 37 дальше смотрим цепь это звезда ГРМ могу конечно ошибаться а судя по количеству нагара грязного от масла М8 мне кажется все таки это жигулевская я насчитал на ней 38 зубьев ГРМ у нас работает один к двум то есть распредвал вращается ровно в два раза медленнее чем коленвал поэтому должно быть 19 38 смотрите а здесь 18 37 то есть фактически мы можем даже использовать жигулевские звезды ГРМ для сцепления это так просто как бы ну информация к размышлению и самое интересное что вы заметьте какое передаточное отношение здесь получается 18 37 смотрите даже восходовская она всего лишь 15 зубов против родной минской 12 а здесь у нас стоит 18 ну теоретически значит мы можем и 19 38 поставить единственно не знаю как там будет по натяжению но информация к размышлению есть и самое главное что вот эта цепь очень хорошо подходит именно вот сюда на эту жигулевскую звезду ГРМ а мотайте на ус МЦ 18 37 восход 15 31 то есть практически один к двум ну на один зуб на вот этой звезде получается больше и то же самое и здесь то есть 18 плюс 18 получается 36 а тут 37 нормально нормально итак друзья и самый интересный момент вот это к вам вопрос давайте поразмышляем вот уже сколько видео прошло и книжку так и не открыл и не умею даже считать передаточные отношения но я сейчас вот просто так вот ну по наитии по логике попытаюсь поумничать а вы меня поправьте в комментариях прав я или нет то есть смотрите у нас тут ну небольшая разница да мы уже посчитали 15 31 18 37 здесь у нас 31 66 если мы 31 умножаем на 2 получается 62 а здесь у нас 66 4 зуба вот на этой шестеренке как бы плюс здесь вот один зуб всего лишь вот в этой паре на 2 и еще сверху зуб а здесь получается на 2 еще сверху 4 зуба то есть значит получается что все таки вот эта пара которую все говорили что будет очень сильно большая скорость вращения коробки передач будут плохо переключаться передачи получается что на этой паре коробка вращается медленнее чем на восходе и чем на эмцете поправьте меня я могу вот прямо сейчас я реально и может быть я не что-то неправильно понимаю то есть получается что эта пара шестерен вполне работоспособна и никаких проблем у нас не должно быть но вы можете сказать дэн на эмцете может быть другая коробка давайте посмотрим вот у нас первичный вал коробки передач минск я специально посчитал количество зубьев на первой передаче я их насчитал 12 теперь смотрим эмцет 12 зубьев а ну можно посчитать вторую шестеренку 34 зуба минской коробки к сожалению у меня сейчас собой здесь нет поэтому напишите в комментариях какое количество зубьев там вот именно в этой паре первой передачи здесь получилось у нас двенадцать тридцать четыре но кто что по этому поводу думаете пишите в комментариях как это скажется на ваш взгляд у нас очень много было прямо вот этих комментариев о том что коробка будет работать неправильно давайте вместе порассуждаем расставим все точки над и но над механизмом переключения я думаю мы здесь сильно заостряться не будем три вилки и вот такой вот интересный копирный вал сделано все очень просто я бы сказал дешево надежно и практично механизм переключения элементарный чем-то кстати он даже похож на питбайковский там такая же схема дергают рычажки и туда-сюда передачи переключают диаметр коленвала мцет 125 ровно 120 миллиметров картер коробка полость коробки передач здесь конечно немножко другая получается что мотор немножко вытянут вверх вниз и задняя часть она тоже удлинена механизм переключения передач здесь немножко другой габариты мотора тоже получается соответственно больше если мы ставим сюда прикладываем родную минскую крышку смотрите насколько у нас длиннее получается картер и естественно у нас не совпадает механизм кикстартера кстати обратите внимание на мотоцикле минск стоит полноценный сальник в мотоцикле mc 125 проточена канавка и стоит просто обычное резиновое колечко просто резиновое кольцо крышечка она сама такая прям потоньше пожурней и полегче даже оригинально здесь решен вопрос смазки подшипников коленвала то есть смотрите здесь сделано вот такая вот в обратную сторону почему-то я думаю что вращение здесь должно быть тоже вперед как на нормальном мотоцикле а сюда вот получается как бы должно по идее закидываться масло вот здесь вот идет соответственно канал и через этот канал масло поступает в подшипник но тут видно что этот канал настолько закоксован что масло сюда не поступало ну и вот результат хотя может быть и результат тут был по-другому не по этой причине подшипники здесь стоят фирме dkf написано ddr то есть это вот как раз говорит о том что подшипники не менялись подшипники 6 304 подшипники стоят в коробке передач с пластиковым сепаратором такие подшипники имеют очень мягкий ход и они практически бесшумные да к сожалению не получилось разобрать снять звезду здесь под звездой выточена еще одна шестеренка которая приводит во вращение вот эту шестерню промежуточную которая вращает уже вот этот вал с шестерней вал привода тахометра принцип работы коробки передач точно такой же как на минске то есть первичный вал вторичный вал и вот это у нас промежуточный вал то есть единственное что у него получается здесь вилка здесь вилка и одна вилка у него вот здесь то есть одна шестеренка здесь такая вот цельная первичный вал выглядит вот так с таким глубоким поднутрением и соответственно шестеренка здесь тоже смотрите с таким глубоким выходом внутри кстати видно очень много грязи то есть она здесь как в центрифуге собирается и вот такие интересные зацепы здесь в виде прям зубьев получились и вот эти две шестеренки здесь а вот это цельная это крутится ну здесь ответные шестерни тоже смотрите сделаны вот так вот это похоже как на минске вот эта шестеренка вот такой вид имеет и еще один маленький штришок я посмотрел маленький шлиц вот здесь вот да под корзину сцепления под внутренний барабан и я взял восходовский с мелким шлицом это со старых восходов со всех мелкий шлиц и представляете он подходит смотрите прям вообще один в один то есть восходовский барабан сюда подошел то есть это значит что теоретически вот это все диафрагменное сцепление которое установлено здесь на мотоцикле mc 125 должно подойти и на минск и на восход вот такие интересные штуки и на минске и на восходе то есть есть какой-то отклик то есть как будто бы вот ну совсем недалеко ушли и самое главное ребята вот коробка передач она просто в идеальном состоянии все шестеренки имеет ровный шлифованный зуб без раковин все вилочки они все в отличном состоянии диск сцепления здесь вот не знаю нашел я на нем только обозначение 550 вот здесь есть и с этой стороны есть обозначение к о 24 отечественный это диск или импортный я не знаю он очень похож на советский очень смысл в том что они идеально подходят как на корзину mc тогда так и на корзину восхода например да вот восход минск смотрите они абсолютно одинаковые диски промежуточные стальные диски абсолютно одинаковые смотрите я их прикладываю вообще прям один в один единственное что мне показалось вначале вот здесь вот есть такая небольшая насечка я думал что это кто-то что-то тут протачивал но присмотревшись как бы я вижу что это скорее всего такой фирменный диск mc то вский поправьте меня если я вдруг ошибаюсь на нем сделано прямо насечка она очень ровная систематическая да то есть видно что это наносил станок это не дробление резца это я вам точно могу сказать мне сначала показалось что так протащили коряво на самом деле нет то есть скорее всего что это вот родные промежуточные диски такие но их тут во первых по моему очень сильно перепутали местами тот специалист который собирал но очень сильно перепутал по диафрагме я честно скажу сам даже не понял как эта система работает она повреждена один только тут два болта было вы видели и один болт заломан там внутри прямо во внутреннем барабане ведомом то есть теоретически этот мотор еще имеет возможность поехать но к сожалению он у нас некомплектный то есть нету система зажигания нет цилиндра нет головки возможно когда-нибудь мы найдем и может быть даже у нас появится такой мотоцикл ну все ребят на этом сегодня обзор двигателя mc 125-150 окончен надеюсь вам было полезно но для нас было полезно потому что мы много интересного увидели интересный двигатель действительно достойный ну я в этом даже не сомневался но у нас на этом все поддержите канал дружным лайком своими комментариями показывайте друзьям всем пока и до новых встреч друж Hospital и дружок и дружок и Продолжение следует...